В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Живой диалог. Павел Молков в соцсети ответил на вопросы жителей Рязанской области без модераторов. Мусорный вброс. Якобы стихийная свалка на месте падения Ил-76 таинственным образом исчезла. По следам Кипрея. Время собирать Иван-чай. Я против революции, но за эволюцию. Эту фразу Павел Молков произнес применительно к предстоящим кадровым решениям. Жителям Рязанской области в Рио-губернаторах в соцсети в режиме онлайн провел самый настоящий, душевный и откровенный разговор. Никакой предварительной подготовки, никаких специальных вопросов. Свой первый общественный стрим Павел Молков начинает прямо с ленты сообщений. Откровенно заявляет, нерешенных вопросов в области поднакопилось. Один из таких электронные госуслуги, а ведь у Павла Молкова здесь пальма первенства. Самое интересное, то что вызывает наибольшую гордость, это создание сети новофункциональных центров «Мои документы». Занимался этим проектом 10 лет. От одного из самых первых МФЦ в стране, которые строили у нас в регионе, где я тогда работал, до уже координации всего большого проекта с 2012 года, когда мы начали тиражировать эти практики. Когда создали 2700 МФЦ по всей стране и около 10 тысяч офисов оказания услуг. Вижу сейчас некоторые замечания по тому, как работает МФЦ Рязанской области. Для меня такое дело особой чести, чтобы наш МФЦ был лучшим в стране. Поэтому будем обязательно заниматься, будем выводить их на более высокий уровень. Я против революции, но за эволюцию. Этой фразой Павел Молков отвечает на вопрос о смене правительства, но тут же добавляет. «Я пришел не обещать, а решать даже те задачи, которые не решал его предшественник». В общем, за себя и за того парня. Транспорт для Рязани – тема больная. Интернет-мем «Рязанский троллейбус» в Рио-губернатор вызывает сожаление. С отсутствием парковок в городе он будет разбираться предметно. «Надо честно сказать, вопрос зачастую непростой. Найти место достаточно сложно, застройка плотная. Те места, которые еще остались, конечно, хочется использовать для каких-то общественных пространств. Сделать очередной парк, небольшой скверик. Но машины от этого, конечно, никуда не исчезнут, не денутся. Поэтому вот сейчас несколько таких перспективных мест, точек для строительства больших парковок в центре города мы в целом определили». Три Китай-экономики Рязанской области по Павлу Малкову – это агропром, промышленность и туризм. Здесь есть большие инвестиционные ожидания. Но наивысший приоритет все-таки здравоохранение. А вот здесь для улучшений, как говорится, поле непаханное. О том, что в Рязани на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 растет свалка, написали все соцсети без исключения. Вот только сегодня этого стихийного полигона на месте не оказалось. И мы считаем, что вброс этот был преднамеренным. «Вот это памятное место, где ценой своей жизни героически спасли жизни многих рязанцев. Начали подваливать деревья, собирать. Ну, самолет огромный, 60 тонн. Горючки выгорало. Керосином здесь до сих пор пахнет. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда кто-то уже начал возить бытовой мусор». Это видео в соцсети появилось заголовком «На месте крушения Ил-76 устроили свалку» и сразу же стало одним из самых обсуждаемых. Пластиковые бутылки, использованные коробки и другой бытовой мусор. Якобы эти следы оставили после себя спасатели. Но у нас есть большие сомнения в непреднамеренном характере этой свалки. И вот почему. Во-первых, на место крушения люди до сих пор приносят живые цветы. Ромашки, гвоздики. Согласитесь, выбрасывать мусор тут же не станут даже больные на всю голову люди. На этом видео отчетливо видно, что мусор здесь не складировали, а вывалили разом. И как-то странно сразу же пошел вброс в соцсети. Да и кстати, на следующий день после вброса таинственно материализовавшаяся куча мусора также таинственно исчезла. Говорят, сожгли. Не исключено даже, что те, кто намусорил. Еще раз напомню, что здесь произошло. 24 июля в 3.18 утра в районе поймы реки Плетенка у Михайловского шоссе совершил жесткую посадку Ил-76 Минобороны России. От удара военно-транспортный самолет разрушился, произошел взрыв бензобаков. Погибли пять членов экипажа. Остальные в больнице с тяжелыми травмами. Сумы пролетающие, и самолеты, да, взрыв. А потом мелкие взрывы пошли. В окошко выглянули, дым идет. Пошли смотреть. Официальная версия – техническая неисправность. Неофициальное – попадание в двигатель птиц. Как бы там ни было, расследование продолжается. А само место аварии сейчас выглядит вот так. Поваленные и распиленные деревья, повсеместно едкий запах керосина и вот этот расплавленный и покореженный металл, некогда бывший мостиком через речку. За него местные жители сегодня переживают, кстати, больше всего. Слишком долго они добивались его возведения. Впрочем, в администрации города уже заявили, что мост восстановит. После завершения следствия остатки мусора и ветки уберут в ближайшее время. Если, конечно, кому-то вновь не приспичит привлечь к себе внимание через мусор и вбросы. Еще одна незаконная свалка. На этот раз вряд ли созданная для некрасивой картинки образовалась у третьего Барковского карьера. Стихийные полигоны для Рязани, увы, не редкость. Но позитивный момент здесь все-таки есть. Местные жители моментально поднимают тему и привлекают внимание властей. Раньше через это окно можно было увидеть зеленые деревья и прекрасные сады. Теперь только местную свалку. Мы находимся на дороге, название которой не знает ни один из известных нам навигаторов. Однако параллельно ей идут две важные городские артерии. Справа от меня северная окружная дорога, слева река Трубеж. Опытные водители, которые ездят здесь постоянно, говорят, что свалка тут всегда. Оказывается, незаконно. Хотя, казалось бы, в практике градостроительства, кажется, не было случаев, чтобы доски, кирпичи, фанеру и оконные рамы бросали прямо рядом с дорогой. Но, видимо, для кого-то законы другие. Ибо таких мусорных кучек наша съемочная группа насчитала минимум четыре. И хоть в каждые стройматериалы уложены аккуратно, меньшим это зло не становится. Так решила природоохранная прокуратура. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению граждан о захламлении территории недалеко от реки Трубеж отходами. В ходе прокурорской проверки было проведено обследование, указанное в обращении территории. И было установлено, что недалеко от Барковского третьего карьера и портового проезда, в районе реки Трубеж, на площади 500 квадратных метров, размещены отходы. Природоохранная прокуратура вынесла представление. Дают месяц на устранение. В идеале это весь июль. Ну или хотя бы минимум. Организовать уборку. Прокуратура будет, естественно, все контролировать. Если же к решению вопроса не приступят вовремя, то дело уйдет в суд. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. С первого сентября в классах начальной школы появятся модули финансовой грамотности. Изучать предмет будут и старшие классы. Ребята должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности. В том числе в электронном виде. Без финансовой грамотности вы не сможете достичь финансового благополучия. Начинать познавать азы надо прямо со школой. Именно так говорят сегодня в Центробанке. Как не попасть на уловки мошенников? Как правильно тратить деньги и управлять своими финансами? Всему этому школьников будут обучать вживую и в онлайн формате. Принято решение, что в федеральные государственные общеобразовательные стандарты введены нормы по преподаванию финансовой грамотности. Преподаваться она будет с начальной школы. В начальной школе это будут предметы такие, как математика и окружающий мир. В средних классах, с пятого по девятый класс, это могут быть тоже разные предметы. То есть это не отдельный предмет. Это может быть как математика, так и география, общество знания. В Центробанке пояснили, что в школьной программе это будут преподавать учителя истории и общество знания. Через специальные модули. В Рязанской области учителя проходят подготовку на базе Института развития образования. Сотрудники Центробанка ведут специальные лекции и семинары. По словам заместителя управляющего Елены Морозовой, основная задача донести до педагогов основы финансовой грамотности, чтобы потом они передали их детям. Мы с вами каждый день ходим в магазин, оплачиваем какие-то услуги и, соответственно, мы осуществляем финансовые операции. Осуществление финансовых операций, которые мы делаем каждый день, они тоже требуют обучения и требуют получения определенных навыков для работы с деньгами, для планирования своих финансов. Поэтому это необходимо. И в начальной школе детей как раз будут учить пользоваться интернетом, потому что очень многие уже начинают покупки в интернете совершать, рассказывать про финансовый план семьи, про доходы и расходы семьи. А в старших классах ученики начнут заполнять специальные заявления и декларации. Специальные тестирования Центробанк проводит ежегодно. У него два уровня сложности. Первый – базовый, для тех, кто только начинает разбираться в финансах. Второй – для продвинутых, умеющих хорошо плавать в море всевозможных финансовых продуктов и услуг для наибольшего охвата. Время собирать иван-чай. По всему северному полушарию в конце июня-начале июля зацветает кипрей. В нашей стране испокон веков растения использовали для изготовления горячего напитка – чая. Традиция сохранилась по сей день. А о том, как самостоятельно собрать и заготовить листья кипрея, расскажем далее. С древних пор на Руси настой из иван-чая употребляли как напиток и лекарство от различных хворей. Впоследствии русский напиток оценили и в Европе не только за вкус, но и за содержание. Отвар из листьев кипрея содержит в 3,5 раза больше витамина С, чем лимон. Богат иван-чай витаминами группы В, которые хранятся в нем даже после заваривания. Также он является мощным антисептическим и противовоспалительным средством. По этим характеристикам он превосходит многие лечебные травы. Поэтому из России продукт экспортировался на революции 1917 года в Европу огромными партиями. Хотя его сбор и заготовка – сложный процесс, проходящий в несколько этапов. Собираем мы его на пике цветения. Это конец июня, середина июля. Стараемся собирать в предобеденное время после схода росы. Первый этап у нас идет сборка. Собираем только верхние листья, примерно 15-20 сантиметров от цветка корню. Из иван-чая можно сделать зеленый, желтый или черный вид чая. Это зависит от времени ферментирования, естественного брожения. Чай легкой ферментации обладает фруктово-цветочным запахом, вкус нежный и мягкий. Средняя ферментация дает терпкий вкус с легкой кислинкой. Глубокая ферментация отличается темным, насыщенным цветом и таким же вкусом. Это отдельный самостоятельный напиток, ничем, я считаю, не уступает по вкусу и полезным качествам чая. При том, что он абсолютно безвреден, в отличие от обычного чая, который содержит кофеин. Иван-чай как раз наоборот очень здоровый. У тех, у кого высокое давление, он его понижает. У кого низкое, повышает, то есть нормализует. И в принципе все процессы организма он восстанавливает. Сегодня многие возвращаются к истокам, собирают и заготавливают иван-чай самостоятельно. И хотя процесс заготовки крайне трудоемок, заниматься этим можно только с большой любовью и терпением, древний напиток из года в год все популярнее. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин